Сотни людей с фотографиями героев Отечественной войны народа Абхазии прошли сегодня в шествии Бессмертного полка от Абхазского театра до Площади Свободы. У каждого, кто шел сегодня по центру столицы своя история Отечественной войны. Не из учебников, а из семейного альбома. Из рассказов дедушек и бабушек, отцов и матерей. И, пожалуй, лучшего мотива для того, чтобы быть сегодня здесь и не найдется. Прошел всю войну 27 числа при взятии города. На БМП подорвался. Очень сложно вспоминать такие моменты, но все-таки мы должны о них вспоминать, говорить, гордиться тем, что они сделали. Любимый отец и сын. Он навсегда оставил в сердцах родных неизлечимую рану. Фотографию Леонида Читанава держит в руках его сын Даур. Ему до сих пор сложно говорить о родном человеке в прошедшем времени. Таких историй здесь сотни. Фотография Квинджи Лалит. Это моя матерь и сестра. Тоже воевала. Во время войны погибла в эшерах. Голову свою сложила за об сны. За каждой из этих фотографий своя история. Героическая и трагическая. Вновь спустя 25 лет в одном строю лейтенанты, пехотинцы, моряки, снайперы, разведчики и танкисты. Родные погибших несут их портреты бережно. Истории, которые эти люди рассказывают в стране, хватит не на одну бессонную ночь. Все они вместе. Это как раз и есть ответ на вопрос о цене победы. Сария Квинадзе сжимает в руках фотографию своего дяди. В семье отзывается о том, что он очень воинственный. Он был очень молод, его не хотели пускать на войну. Но он все равно сказал, что вот я буду вместе со своими братьями воевать. И пошел на войну. Считаю, что народ должен знать своих героев, и каждый родственник должен нести фотографии своих родственников. Родной брат Вячеслава Абухба Леонид погиб, защищая родину. Он мог бы сделать многое для Абхазии. Не успел. Но сделал самое главное – защитил родину. Он с первых дней встал на защиту родины, не задумываясь. Да, ему было 48 лет. Он работал в торгово-промышленной палате, работал за границей. К сожалению, погиб на десятый день войны. Полк прошел вдоль набережной Махаджиров. Далее участники шествия свернули на улицу Айтгалара. Остановившись у музея боевой славы, участники акции возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. В шествии полка приняли участие многочисленные гости из стран ближнего зарубежья, добровольцы Северного Кавказа, а также женщины-ветераны. Дай Бог, чтобы в истории Абхазии таких страшных моментов не было. Поздравляю всех с победой. Все, кто потеряли своих родных, и здесь, и Северного Кавказа, и Центральной России, чтобы им Боженко воздал должное. В каждой семье есть свой герой, которому мы говорим сегодня спасибо. Отрадно, что в акции «Бессмертный полк» приняли участие представители всех поколений. Дети, молодежи, взрослые. Я держу фотографию своего дедушки Тванба Беслана. Он погиб за взятие Гагры. Ему было 27 лет. Конечный пункт «Бессмертного полка» – площадь Свободы, где на тот момент проходил парад победы. Участники шествия гордо прошли по площади с фотографиями близких людей. Каждый герой будет жить, пока мы храним фронтовые истории и фотографии, как память о них. А это значит, что День Победы будет всегда, через 30, 40 и даже 100 лет. Вечно. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла, их души тают над годами.